Алтайский край, родина Василия Шукшина. Ежегодно фестиваль его творчества в селе Сростки собирает тысячи людей со всей страны. Здесь проходят показы фильмов, театральные постановки, выставки, ярмарки и концерты. В этом году заслуженному деятелю искусств могло бы исполниться 95 лет. Сначала читаешь одну биографию, потом другую биографию, потом третью. То он негодяй, то он прекрасный человек, то противоречивая личность, то непротиворечивая, то любил папу, то не любил. Ну, короче говоря. В общем, кого последнего прочитал, тому и веришь, как правило. Участники драматургической лаборатории прошли уже два этапа. Написали пьесу и прочитали ее зрителям. Из пяти работ слушателей читок отобрали три. По ним режиссеры готовят эскизы, то есть недоработанные версии спектаклей. Лучший после доработки войдет в репертуар театра драмы. Я, конечно, мечтаю о том, чтобы все три произведения остались в репертуаре театра. И тогда, в общем, мы с полным осознанием того, что мы что-то сделали для Василия Макаровича, можем пару лет пожить спокойно, а дальше придумывать что-нибудь новое. Очень бы советовала и вам, и зрителям посмотреть все три, потому что, ну, конкретно эти пьесы вообще одна на другую не похожи. В принципе, разные подходы, и поэтому и эскизы будут совершенно разные. В основе пьес факты биографии Шукшина воспоминания современников и самого писателя, а также множество мифов. Я пошел как бы от городской легенды, и там уже в рамках этой легенды я пытался найти какой-то свой образ Шукшина. Опять же, я не говорю, что это тот самый Шукшин, который был в истории, но это то, как я его вижу. Потому что даже искусствоведы и все Шукшиноведы, они ведь путаются все в показаниях. То есть, истины не знает никто, но, как бы, и даже те, кто и знал Василия Макаровича лично, как бы, правды не найти. А вот то, какое впечатление это на тебя производит, вот это, мне кажется, важно. Шукшин выходит из глубинки и создатель чудиков из села. Таким его сегодня и видят. Совершенно другой, наш, живой. И герои такие же живые, без всякого налета вот этой лубочности. И вот очень хотелось, чтобы вот это вот счистить немножко. Случается история, и ты не понимаешь, как правильно. И так плохо, и так плохо. Или и так нельзя, и так нельзя. И вот те выборы, перед которыми встают герои, и те коллизии, которые с ними случаются, и та бесконечная вера в человека, в себя и в собственного ребенка в данном случае, и то, сколько человек вкладывает в эту жажду жизни. Когда про людей, когда с людьми что-то происходит, всегда интересно. Там происходит. Желающие узнать больше о жизни и творчестве Василия Макаровича еще могут приобрести билеты на показ эскизов спектаклей. Расписание есть в афише на сайте театра. Дарья Ирошина, Дмитрий Денисов. День с толком.